Лебеда, она прямо аж просится к нам сегодня на стол, и я сейчас с неё приготовлю замечательный коктейль. Мы сделаем сыроедческий щи из лебеды. Оксана Мицкевич питается только растениями уже больше 20 лет. Вегетарианка признаётся, всё началось ещё в детстве. Тогда её медкарта едва умещала список различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вылечилась в юности благодаря отказу от животной еды. Как-то попастилась вместе с бабушкой. Тогда и решила сказать мясу нет. 20 лет назад это звучало дико. Сегодня это первый путь к спасению от самых страшных напастей для организма. Мясной белок – это белок, который, если он, мы говорим о правильном, хорошем белке, то есть это свежий кусочек мяса, может быть, это домашняя телятина, всё тогда хорошо, если это в норму. Диетолог не рекомендует резко отказываться от мяса и переходить на растения, как это делает Оксана, а лишь сократить количество его потребления. Помимо отличного самочувствия, вегетарианка отмечает ещё один весомый плюс здорового питания – минимум затрат на продукты. Ну, я говорю, вы купите у знакомого фермера ведро семечек, а по цене буханки хлеба он вам продаст. Из одних только семечек мы можем сделать всё, начиная от полезных коктейлей, от пророщенной пшеницы, заканчивая какими-то такими изысками, как чебуреки с фаршем и семечек и травами. Сегодня Оксана Мицкевич – сертифицированный специалист, она сама придумывает необычные рецепты блюд из, казалось бы, несъедобных растений, выдаёт книги и преподает уроки здорового питания в заграничных лицеях. К слову о медицинской книжке, её у Бобруйченки нет. Она давно забыла о болезнях, как и о вкусе мяса. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.